Пробег автомобиля больше 400 тысяч Делай ударение Говорит, я честно, если и менял его, то не помню когда Добрый день, с вами канал EA Industry С такой проблемой к нам обрадился наш хороший знакомый и наш постоянный клиент Тут не важно какая машина, потому что такие проблемы могут быть в разных автомобилях Здесь пример был, это Kia Currents 2008 года С двухлитровым 16-клапанным бензиновым мотором Что же у человека было? Проблема была в том, что машина заводилась Иногда нормально с утра, иногда плохо Потом начало все как бы ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться Могла на ходу заглохнуть, завести невозможно Прошло какое-то, там постояло примерно минут 20, заводилось Потом как-то периодами это все нормально было Потом начало это все усугубляться, усугубляться, усугубляться Это я вам коротко рассказываю, как человек к нам пришел И мы помогли ему в принципе разобраться Не в принципе, а помогли разобраться в этой проблеме Он обращался к многим специалистам на диагностику Советовали и диагностировали все, что только возможно Всевозможные датчики, это коленвала распредвала, это катушки зажигания Это ресивер вентиляции бензобака Он переменял все, что только возможно Проблема эта не уходила Дошло до того, что он как бы звонит нам Говорит, ребята, вот машину не могу завести уже второй день Машина тупо не заводится Все, что возможно там в гараже, электрики проверяют Причину найти не могут Решат на то, на то, на то Я задал такой вопрос Пробег в автомобиле больше 400 тысяч Я говорю, когда, в последний раз В принципе, это любой диагностик, любой мастер Задать должен, если такая проблема Первое, самое простое Это замена топливного фильтра Хотя бы задать вопрос, когда он менялся Это погружной фильтр, который стоит в бензобаке По регламенту он меняется там 30-50 тысяч При условии, ну все зависит от качества топлива Так вот в этом автомобиле нам человек говорит Если честно, вы мне первые задали такой вопрос Пробег автомобиля больше 400 тысяч Делай ударение Говорит, я честно, если и менял его, то не помню когда Ближайшие 150 тысяч точно не менялось Я сказал, что менять хотя бы раз 50 тысяч Сейчас многие могут поулыбаться Могут написать в комментариях Мы почитаем и ответим оперативно Что никого не слушать и менять можно раз 100 тысяч Здесь человек вообще не помнит Может быть даже вообще не менял Но для меня это был нонсенс Если за 400 тысяч ни разу не поменять Оно должно было стать уже давно Еще 1200-250 назад Внутри вот этого фильтра стоит Бензонасос, то есть модуль бензонасоса Мы не будем сильно углубятся Как это все собирается Внутри стоит насос Потом стоит сетка Бензонасос за 400 с чем-то тысяч Он, говорит, 100% не менялся Стоит еще родной Это, в принципе, тоже шикарный пробег Обычно насос умудряется спалить И выйти со строя и на 100 тысяч и меньше Насос, хочу тоже сделать ударение, спалить очень легко Он охлаждается за счет топлива, которое есть в бензобаке И желательно не доводить, чтобы заканчивался полностью бензин Потому что зафатит воздух Пластмассовые крыльчатки Перегреваются, начинает подплавливаться Падает давление То есть насос будет гудеть Вроде он работает, но рабочего давления в системе он создавать не будет Мы ему посоветовали Первое, что вам надо сделать Это поменять для начала топливный фильтр Ну, если уже будете туда лезть, вытягивать все это с бензобака Поменяйте бензонасос Вот человек все это сделал И эта проблема ушла Машина у него рабочая Он на этом зарабатывает Он на машине работает, реально работает Не просто катает их Вот уже больше месяца У человека никаких проблем Все работает Ребята, не слышите меня Потому что у многих такие проблемы И вот как он говорит Говорит, вы обращались к многим диагностам, к многим мастерам Вам хоть один кто-то задал Вот первый вопрос Вот у вас такая есть проблема Машина глохнет, тупит, заглохла Завести невозможно Ну, первое, я считаю, что надо задать вопрос Когда менялся топливный фильтр Также и бензонасос Если он проехал уже больше 400 тысяч Это вообще супер Это лайк бензонасосу Обычно так долго бензонасосы не живут Ребята, вот так вот мы помогли Обязательно пишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу Обязательно при замене бензонасоса Надо хотя бы почистить сетку Если она уже не подлежит там чистке Ее надо поменять Не сильно дорого это стоит Либо это чистится Если уже невозможно там ничем очистить Тем более, если такие пробеги по полмиллиона Его надо заменить То, что представлено у нас по бензонасосам Это в Магнете Морели фирма Недорогая, но в принципе доступная цена И на уровне качества И бензонасосы Кафус Кафус это штатовская фирма Производство стоит в Корее Ребята, подписывайтесь на канал Нам это важно Понравилось видео Ставьте лайки Пишите обязательно в комментариях Мы занимаемся широким спектром автозапчастей На корейские и японские автомобили Это Hyundai, Kia, Deo, Chevrolet Звоните Стараемся отвечать оперативно Всем здоровья Удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok